приветствуем моем канале сегодня видео лайфхак эксклюзив по приему балансирования ростовых процессов на дереве путем перетяжки этот способ я думаю не все применяют даже промышленных садах но за частные наверно и вовсе это наверно будет все таки видео номер один плане демонстрации того что этот прием очень зря не используется как промышленных так и частных садах для сбалансировки роста и так показываем поближе это слива покажу ее лидерная высота 3 метра привита на семенной подвой то есть мощное дерево 1 из мощных слив на моем участке весной я решил поэкспериментировать и использовать этот прием и перетяжки не кольцевание чем разница это на штамме сейчас покажу расскажу подробнее на штамме в промышленных садах там где хотят достигнуть добиться высоких результатов плодоношения используют этот прием в основном использует этот прием на среднерослых подвоях полукарликах частности это 106 подвой ну в каждом регионе может быть свой но я просто говорю что допустим частности в канаде фермеры достигли 110 тонн с гектара по принципу введения система веретено с элементами кольцевания как это происходит происходит промышленном саду два человека идут и такой пилой как виде цепь до делают с обеих сторон допустим с одной стороны из другой иногда даже в двух местах запилы коры для того чтобы остановить ростовые процессы путем торможения проникновения питательных веществ да и дерево естественно что она приостанавливается в росте я этот элемент не использовал а пошел другим путем частности сейчас показываю как я работал путем передавливания коры до перетяжки проволокой это творческий процесс поэтому можно использовать кому как нравится но частности я использовал проволоку проволока где-то уж не знаю тут диаметре ну показалось мне тонковатая потому что рвалась вот второй раз это вот обрыв произошел цель в принципе достигнутая сейчас показываю поближе показываю да вот как видно что проволока внесла перетяжку вот здесь еще сильнее кора не повреждена это очень хорошо потому что на косточках нежелательно травмировать кору может камень весь выступать срез может не зарасти и так далее у меня есть еще два места где использовал этот прием но на одном в одном месте я делал и проволоку и запил двухсторонней пилкой вот так дело запил с одной стороны с другой стороны срез я дезинфицировал бордосской смесью и надеюсь посмотреть результат так как это у моих клиентов на яблони и на груши на груши делал запил и ставил такую проволоку она я бы не просто сделал кольца вот такие вот виде проволоки ну поделюсь результатом посмотрим но я делюсь пока на своем участке в следующем сезоне у меня предстоит еще поставить такие кольца на грушу и на яблони то есть теперь делюсь результатом и так еще раз скажу что кольцевание увеличивает урожайность два раза на промышленных садах с элементами кольцевания сад выходит на полношение 110 тонн с гектара на 106 подвое система веретено а так среднем где-то 60 тонн с гектара то есть 100 до 110 и 60 то есть разница есть за счет того что используется кольцевание и так что я имею в результате прошлом сезоне это слива обрезалась летом два раза то есть и делал два раза пинцировку в этом сезоне пинцировка выполнялась только один раз и с отличным результатом вот в этом месте была пинцировка обрезка до летняя вот в этом месте была пинцировка и в этом месте была пинцировка и как видно но есть чуть-чуть вверху там чуть-чуть ростовые процессы но незначительные для сливы это вообще мелочи жизни потому что слива сама по себе дает очень длинные приросты поэтому если сравнивать ростовыми процессами обычно сливы то здесь и в идеальном порядке сработал этот прием как видно на однолетнем приросте попробую сфокусировать поближе здесь смешанные почки по три почки то есть даже на однолетнем приросте на сливе заложились плодовые почки здесь одна центральная почка две боковые здесь присутствует на долете прирасти сейчас покажу попробую еще раз поближе фокус не ложится никак в общем фокус никак не могу поймать и в общем три почки три почки конечные тоже почки не знал меня не ловит фокус ну и что я имею ввиду здесь везде идет закладка подой почки я следующем году ожидаю здесь урожай который будет уже балансом для сдерживания роста а балансе я неоднократно говорил что это одна из составляющих ведения дерева уход за деревом до этот прием позволяет достижение баланса получать хорошие результаты и не вызывать буйный рост ну что в общем результатом я доволен рабочая схема пожалуйста пользуйтесь применяйте на своих участках для того чтобы балансировать рост и плодоношение перевести дерево из процессов ростовых процессы подношения поделюсь уже если буду своих клиентов поделюсь какие там результаты но на сливе я вижу стопроцентный рабочий результат закладкой плодовых почек будущем урожаем следующем году сделаю сейчас коррекцию на сливе и принципе сливка будет порядке и ощутим проводник 1 сорт добавляю к ней но тем не менее вот эта рабочая схема это работает сто процентов работает как я сказал промышленных садах повышая урожай практически два раза пожалуйста пользуйтесь применяйте своем саду для балансировки дерева пользу плодоношения